Здравствуйте, меня зовут Александр с компанией Wall Street Invest Partners. И сегодня мы хотели поговорить с вами о том, куда можно вложиться в 2018 году. Итак, первое, куда можно вложиться в 2018, это в образовании. Это всегда актуальная тема, и сейчас я предлагаю вам достать блокнот и ручку, чтобы составить план посещения мероприятий каких-либо, тренингов, курсов, тех же самых семинаров, потому что если все это не занести на бумагу, то, скорее всего, вы либо передумаете, либо найдете еще тысячу причин, чтобы просто не пойти. Вторая сфера, куда можно вложиться, если вы имеете более-менее приличные знания, имеете стабильный хороший доход и думаете, куда вы вложили деньги, чтобы они на вас продолжали работать, я предлагаю вам обратить внимание на рынок криптовалют. В последнее время рынок криптовалют очень стремительно развивается и в ближайшие месяцы нарастит только темпы. Однако этот рынок является достаточно рискованным, но при аккуратной торговле можно получить хорошую прибыль. Торгуйте аккуратно, придерживайтесь маниум-менеджмента, придерживайтесь риск-менеджмента, и я уверен, что у вас все получится. Ну, как бы о том, куда стоит вкладывать, мы с вами сегодня обсудили, да, то есть обсудили две ниши. Сейчас же я предлагаю с вами поговорить о том, куда не стоит вкладываться в 2018 году. Первое, куда не стоит вкладываться, это рынок недвижимости. Поскольку рынок недвижимости в последнее время очень сильно падает, зарабатывать на этом рынке становится сложнее и сложнее. Второе, куда не рекомендую вам вкладываться, это в те инвестиционные инструменты, в которых вы ничего не понимаете. Как говорится, не зная брода, не лезь в воду. Это я к тому, что сухим из воды, возможно, не получится выйти. Ну, а на этом у нас все. Ставьте лайк, если вам это видео было полезным. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии на тему, что бы вам хотелось узнать об инвестициях. Меня зовут Александр с компанией WorldSuite Invest Partners. Всего вам доброго, удачи!